Давайте рассмотрим, как подготовить загрузочную флешку для установки Windows. Следующие инструкции будут показаны под Windows 11, но все то же самое вы можете сделать и с Windows 10. Просто меняйте цифру 11 на цифру 10. Первый шаг – подготовка загрузочной флешки. Рекомендую вам скачивать Windows с официального сайта Microsoft. Для этого в поисковой системе, например, в Google пишем запрос «Загрузка Windows 11». Первые ссылки как раз с сайта Microsoft. Переходим и видим, что есть три способа загрузить Windows. В принципе, всеми тремя вполне можно пользоваться, но лучше всего сделать чистую установку. Для этого мне удобнее использовать либо второй, либо третий способ. Первый – помощник. Хорош, когда вам нужно обновить систему с сохранением всей информации, программ, настроек, а также таким способом сохранятся и добавятся новые ошибки и разные глюки. Не переживайте, при чистой установке, о которой я говорю, все ваши файлы также останутся в целости и сохранности, но система будет намного более стабильной. Второй способ я вам советую, если вы начинающий пользователь, а также если ваш компьютер поддерживает Windows 11. Если ему 2-3 года или меньше, то он поддерживает. Перед вами упоминание, какие минимальные требования для этой системы. Нажимаем кнопку «Скачать» и загружается помощник по записи Windows на флешку. У меня загрузился он на английском, наверное, потому что у меня во время записи стоит английская версия Windows, но у вас будет все на русском. Также учтите, что если вы находитесь в Российской Федерации, то из-за санкций вы не сможете скачать Windows напрямую. Вам необходимо включить VPN. И в данной ситуации как раз вам поможет Safe Shell VPN, о котором говорилось в начале выпуска. После включения VPN и выбора страны, где Windows скачать можно, загрузка начнется. Другой вариант – использовать непроверенные сайты, где можно скачать установочный образ, но это не так надежно, как официальный сайт Microsoft. Вот тут нажимаем кнопку «Принять», если вы согласны с лицензионным соглашением. Теперь выбираем язык. Если вам нужен нерусский, снимите вот эту галочку. Далее выбираем создание USB флешки. Вставляем ее, конечно, и на следующей странице выбираем флешку для записи. Все, процесс пошел, и он займет немало времени. Пока скачается Windows, это около 5 гигабайт, и потом пока он запишется на флешку. Но в результате у вас будет готовая загрузочная флешка Windows 11. Можно переходить к следующему шагу. Но перед этим я покажу вам еще один способ ее создания, для более опытных пользователей. На этой странице выбираем Windows 11 Multi Edition и нажимаем «Скачать». Выбираем язык, например, русский. Подтверждаем. Нажимаем кнопку 64-бит «Скачать». И файл образа Windows 11 в формате ISO начинает скачиваться. Пока он скачивается, находим еще одну программу, с помощью которой мы запишем его на флешку. Мне нравится программа Rufus. Ссылочка на официальный сайт в описании. Тут ищем заголовок «Скачать» и скачиваем последнюю версию. Ее устанавливать не надо, она сразу запускается. В верхней строке должна быть ваша флешка. Проверьте по ее размеру, сколько гигабайт. Нажимаем вот эту кнопку «Выбрать» и находим образ Windows, который мы скачали. Добавляем его сюда. Теперь выбираем параметры образа. Стандартно, как в оригинальном образе. Если же выберете Extended, то есть расширенно, тогда при установке Windows не будет проверки TPM и Secure Boot. Такой записью вы можете установить Windows 11 даже на те компьютеры, которые ее не поддерживают. Кстати, о других способах это сделать у нас есть отдельное видео. Если у вас новый или, по крайней мере, современный компьютер, выбирайте стандартный способ. Больше ничего не трогайте в настройках и нажимайте «Старт». Образ перенесется на флешку именно так, чтобы потом с нее вы могли запуститься на третьем шаге. Что это в себя включает? Нам нужно подготовить BIOS для того, чтобы компьютер при включении загрузился с флешки. Для этого мы полностью выключаем компьютер. И когда включаем его снова, быстро и много раз, чтобы подгадать момент, нажимаем клавишу входа BIOS. Обычно это клавиша F2, Del или Escape. На всякий случай собрал вам таблицу от разных производителей, потому что в разных BIOS бывает по-разному. Еще одна удобная клавиша – это Boot Menu. Она запускает меню, в котором вы сразу можете выбрать загрузку с флешки. Если рассматривать данный ноутбук, то тут при нажатии F2 запускается меню BIOS UEFI. Все сразу на одном экране, да еще и мышь поддерживается. Наша задача в BIOS найти раздел Boot. Boot приоритеты или что-то подобное. Boot означает загрузка с чего-либо. И на первое место нужно поставить флешку. Тогда при запуске компьютера именно с нее будет идти загрузка. В конце нужно сохранить настройки кнопкой Save and Exit и подтвердить. Есть тут еще Boot Menu внизу, и тут без изменений настроек можно одноразово загрузиться с флешки. После этого у вас должна появиться эмблема Windows и начинается установка. Но что если на этом шаге что-то не получается? Ознакомьтесь также вот с этим видео, особенно если у вас не новый ПК. Также если у вас работает Fast Boot, может понадобиться полное выключение старой Windows. Об этой ситуации посмотрите здесь. Также друзья смотрите полное видео об установке Windows 11, где вы увидите все этапы установки поочередно и сможете научиться устанавливать Windows правильным образом.